Привет, друзья! Сегодня мы порисуем с вами такого причудливого котика. Мои наборы кистей с шероховатыми текстурами. Размер моего холста 5000 на 5000 пикселей, 300 dpi. Эскиз этого котика и палитру вы получаете при покупке кистей. Я беру цвет коричневый цветопалитры, убавляю прозрачность эскиза и делаю его в режим умножения. Добавляем еще один слой и отправляем его вниз. Этот пустой слой я оставлю сразу под фон, чтобы потом не добавлять. Добавляю еще один слой. Беру кисть из данного набора. Давайте возьмем текстурную вот такую кисть и сделаем основу для котика. Так, давайте прибавим прозрачность эскиза. Мне хочется, чтобы котик получился такой очень пушистый, лохматый. Я возьму другую кисть, более плотную. Прорисуем более плотно тело. Добавим еще один слой. Сделаем его в обтравочную маску. Этот слой я пока оставляю пустым и добавляю еще один. Он сразу идет в обтравочной маске. Берем следующий цвет, более светлый. И кисть также из филерных и теней. Давайте сделаем такую мордочку текстурную. И полосочки на хвосте. Немножечко я убавлю эскиз, прозрачность эскиза. Возвращаюсь на этот слой, который у нас был. Добавлю еще один слой. Возьму вот этот более светлый цвет. Плотную кисть. Сразу нарисуем глазки. Я делаю этот слой в блок альфа канала, чтобы рисовать именно на нем. Выбираю более темный цвет, коричневый. И первый карандаш. Делаем зрачки. Возвращаемся к светлому цвету. И сделаем небольшие такие блики на глазках. Отлично. Добавляем новый слой. И беру опять вот этот темный цвет, который у нас есть. И вот такой грязный карандаш. Нарисуем носик. Брови. На ушках такие темненькие треугольнички. И мы можем на этом же слое нарисовать щечки. Возьмем вот этот цвет персиковый. И кисть из филлерных кистей. Отлично. Давайте теперь приступим к одежде котика. И затем уже будем рисовать тени и детали. Я иду на самый верхний слой, который у нас был в травочной маске. И добавляю еще один слой. Он уже будет без обтравочной маски. Цвет. Возьмем вот этот мятный. И кисть. Вот эту однородную. Давайте просто зарисуем его кофточку. Я иду на а stress. Играйте. вот таким образом я создаю еще один слой обтравочная маска и также делаю еще один слой ниже у меня два слой в обтравочной маске получается беру кисть вот эту из усилителей текстуры и самый темный коричневый цвет и вот этот слой мы ставим в режим линейный затемнитель давайте легко пройдемся по кофте создадим такую текстуру я убавляю прозрачность этого слоя оставляют примерно 44 процента давайте сделаем сразу бабочку добавляем еще один слой сверху чтобы он был без обтравочной маски я беру вот этот светло-желтый цвет и карандаш грязный карандаш рисуем такую бабочку примерно вот так убавим прозрачность слоя эскиза добавляю еще один слой обтравочная маска цвет возьмем такой темно-коричневый и вот такую кисть из усилителей текстуры я просто наношу сюда хаотично этой кистью такие крапинки таким образом можно на веревочке тоже давайте их получается достаточно плохо видно но мне нравится такой эффект давайте добавим еще один слой сверху возьмем этот карандаш сделаем котику усики какие-то На бровях можно добавить из ушей такие волосинки. Возьмем другую кисть и на этом же слое добавим таких шерстинок можно на хвостике также сделать кое-где немножко придали лохматости я теперь выключаю слой с эскизом он нам больше не нужен и давайте теперь сделаем тени тени и светлые участки возвращаемся на слой вот у нас был который с котиком самый первый и ищем слой с щечками мордочка щечками добавляем еще один слой делаем его в режим умножения я весь возьму цвет который был у нас изначально с котиком и давайте выберем кисть я возьму вот эту из текстурных кистей сделаем с одной стороны такую тень и предполагаем что свет у нас падают с левой стороны поэтому тень будет вот здесь вот здесь слегка на ушки небольшая и также на хвостике можно сделать тень можно также слегка добавить от носа вот здесь и от кофты внизу легкая такая тень убавляем прозрачность я оставлю 72 процента еду на вот этот слой который у нас был пустой делаю его в режим добавить цвет вот этот лимонный возьмем светлый и из текстурной кисти легкую текстуру кое-где добавим свет с левой стороны котика и также на хвостик добавляем прозрачность этого слоя я оставлю примерно 30 процентов теперь идем на бирюзовую кофточку нашу и также добавим цвет и тень вот у нас есть один слой уже здесь добавляем еще один сразу в обтравочной маске ставлю режим умножения берем бирюзовый цвет давайте эту же кисть возьмем для теней также вот с правой стороны я делаю тень и небольшую тень сделаем от палочки тоже давайте попробуем режим линейный затемнитель я оставлю и слегка убавлю прозрачность примерно вот 80 процентов я иду на следующий слой вот он у нас был пустой делаю вот так же в режим добавить возьмем вот этот желтый цвет теперь и вот эту же кисть легкие текстуру которую мы использовали добавим свет я слегка прикасаю стилусом к холсту потому что если вы сильно начнете давить будет вот такой убавляем прозрачность примерно вот 30 процентов я оставила можно кое-где еще добавить если вам нравится сам котик у нас готов теперь мы сделаем ему фон я иду на самый нижний слой который мы оставляли с вами пустой берем из палитры этот коричневатый цвет полностью заливаем фон далее добавляю еще один слой и рот этот более светлый цвет кисть из кистей для фона и просто заполняем где-то вдавливаю больше на эту кисть где-то меньше просто полностью заполняю этот фон где-то можно сверху добавить примерно вот так ставим добавляю еще один слой идем штампы я беру штамп номер 13 хаотично полностью его заполняю также добавляем слегка прозрачность примерно 60 процентов я оставлю добавлю еще один слой делаем его прижим по краю и беру штамп номер 5 также хаотично тут и там добавляю этот штамп придает такую потерпность фон добавим еще один слой режим экран возьмем штамп номер 15 и добавляю его с левой стороны там где у нас свет падает убавляем прозрачность я оставлю примерно 60 процентов и добавлю еще один слой сделаю его в линейный затемнитель и возьму вот этот коричневый цвет и кисть я полностью заполню этот фон данной кистью можно отрывать спокойно на рисунок это не повлияет таким образом где-то можно чуть больше добавить в районе теней давайте убавим прозрачность этого слоя я оставлю примерно вот 44 процента сразу такой поцарапанный холст у нас получился добавим еще один слой и добавим немного брызг так я возьму вот этот же 5 штамп кое-где такие потертости появляются еще один слой штамп номер три кое-где можно добавить еще такие крапинки немного можно убавить прозрачность этого слоя даже знаете давайте сделаем его в линейный затемнитель и убавим я 44 процента оставила давайте добавим еще немножечко пушистости этому котику я вот вижу теперь что слишком яркий свет у него на теле немножко добавить давайте его убавим 22 процента я оставила даже можно 18 процентов оставить чтобы не так было ярко и под слой где у нас был вот этот пушистый я добавлю еще немножко текстуры этой же кистью в которой мы работали не хочется темным цветом мне хочется добавить здесь каких-то шершавостей может быть еще вот здесь на хвостик можно добавить также давайте еще один слой создадим возьмем вот этот светлый цвет который у нас был и можем этой же кистью добавить еще светлых таких волосинку их будет лучше видно также на хвостик давайте сделаем и я бы еще темным цветом добавила таких длинных волосков наверное вот этой кистью немножко более лохматого хочется сделать котика и тут и там где вам нравится просто добавьте более длинные волоски такие торчащие это придает такой небрежности коту ну и давайте светлых тоже добавим и ну и ну и и и и и и и у нас с вами получился. Друзья, экспериментируйте и получайте огромное удовольствие от рисования. Благодарю всех, кто сегодня рисовал со мной этого милого котика.